А теперь, как я и обещал, я расскажу немножко о политике Лего и о том, что делает Лего и какие наборы лучше брать. И поверьте, я видел много анализов от разных специалистов, как я их называю, которые это Лего представляют на интернете. Но я вам скажу, я видел какие-то более-менее приличные обзоры, но в основном это люди, которые не настолько хорошо понимают и не настолько хорошо знают изнутри, как это понимаю я. Вы сами видите, сколько моделей я собрал. Так вот, что собой представляет прежде всего политика Лего сегодня? Во-первых, надо сказать им огромное спасибо. С 1908 года, когда они появились на рынке, на сегодняшний день Лего это самый популярный детский конструктор в мире. Ну, чтобы вам было понятно, представьте себе, что если каждому жителю Земли разделить вот детальки и дать равную часть, то на каждого жителя планеты, независимо от того, это ребенок или глубокий старик, придется по 4 детальки. Вы представляете, сколько Лего выпускается и сколько Лего имеется в мире? Это огромная индустрия. Но то, что сейчас делает Лего, честно сказать, мне не нравится. Дело в том, что если раньше набор Лего представлял собой именно конструктор, из которого реально можно было собирать много моделей, и я так и вижу себе это, как и в моем детстве. Мы имели одну коробку Лего там, допустим. Ну, Лего у нас не было, у нас были другие конструкторы, но они были в чем-то схожи. Но принцип был один, а разобрал, собрал что-то новое. Главное было не терять детали. То теперь Лего идет другим путем. Они заключили огромное количество контрактов и набрали большое количество очень талантливых людей. Криэйторов, которые работают на Лего. Но, к сожалению, они работают по принципу. Ты собери эту модель, отдай огромные деньги, а потом ребенок будет у тебя клянчить и еще другую. Так вот, мы родители, и мы все знаем, как нам трудно отказать нашим детям. И, к сожалению, они начинают с нас буквально выклянчивать эти наборы, а они все стоят дороже и дороже. Если есть маленькие коробочки Лего, которые стоят, ну, образно, в среднем, я сужу по Соединенным Штатам, 19 долларов, то я вам скажу, что теперь уже есть и наборы, которые доходят до тысяч. Я лично видел Титаник, который под тысячу долларов стоит 900 с чем-то долларов. Да, он интересный, в нем 4500 деталей. Но собрал ты этот Титаник? Вопрос первый. Куда его потом девать? Видите, посмотрите, я сам прихожу к людям, у меня работа связанная с людьми, и я прихожу к людям, у которых есть дети. И я вижу, сколько моделей у них заставлены все шкафы. Они пылятся, все пауки пылятся, дети с ними не играют. Они стоят, они красивые, но сколько же их можно насобирать? Ну, пять, ну, шесть, ну, десять. А это же огромные деньги, которые вкладывают родители в детей. А смысл, когда можно иметь один набор и собирать модели. На этом был построен наш канал. Мы это делали специально. Мы учили из одного набора сделать как можно больше моделей. Мы придумываем те ходы в Лего, которые даже Лего не используют. Мы стараемся научить детей думать. Так вот, какой же набор выбрать сегодня на рынке? Я как раз сторонник того, что, несмотря на то, что невероятное количество этих интересных моделей и коробок, которые выпускаются чуть ли не каждый месяц, Лего их выпускает, я все-таки сторонник так называемых наборов классик. И из наборов классик я вам порекомендовал бы этот набор 10.696. Я много искал каких-то альтернативных наборов для того, чтобы развивать их, ну, для разнообразия, все-таки, чтобы добавить еще какой-то набор. И я вам скажу, что лучше, чем этот набор, вы не найдете. И набор определяется не количеством деталей. Ведь есть наборы тот же 10.717, в котором полторы тысячи деталей. Но вот когда мы с братом, с Виктором, садились и разбирали его уже с критической точки зрения, то есть как кориэтеры, которым предстоит из этого набора собирать огромное количество моделей. Я вам могу сказать, что мы даже пошутили, что такое впечатление, что детали в этот набор подбирались лопатой. То есть взяли на лопату, засыпали и просто высыпали в коробку. Даже не думали о том, что туда попадет. Но ведь вы поймите правильно, какой смысл давать полторы тысячи деталей, если на весь набор у вас всего 4 колеса. Что вы из него соберете? Или если у вас на весь набор всего 2 или 3 стеклышка, а как вы будете собирать дома? Что вы будете делать с машинами, без стеклов их собирать? Если нету никаких прикрышек, которые в состоянии прикрыть точки, эти доты, которые на деталях, у вас будет либо вся деталь, вся модель как ежик, либо у вас не будет возможности ее как-то красиво-красиво оформить. Мы, конечно, с Виктором нашли массу интересных ходов, как можно развернуть детали проекта, сделать в другую проекцию, увести, для того, чтобы как-то скрыть все эти точки, если вы обратили внимание на наши модели, вы видите, насколько они интересны. Местами в том, что они как раз не из точек состоят, не из этих пупырышек. Но это все не так просто. Для этого нужны какие-то угловые переходные детали. Их, к сожалению, в набор могут положить одну или две. И что вы с ней будете делать при полутора тысячи кирпичей, которые вам ничего не дадут? Что вам даст эти полторы тысячи? Только на то, чтобы поставить стенку, выстроить ее, ну, построите вы китайскую стену. Дальше, что с ней делать? Поэтому наборы, конечно, подбираются совсем по-другому. Берите набор 696. Это такая классика. Там много колес. Там есть колеса большие, есть колеса маленькие. Там 10 окон. Там довольно прилично, в принципе, покрывашек разных. Хотя их, конечно, не хватает. Их всегда не хватает. Но, по крайней мере, посмотрите, какое количество моделей мы из них выстроили. Второй набор, который бы я поставил по значимости и по содержанию, то есть идеальный, почти идеальный набор. Это набор 11.0.14. Лего Классик. Вы знаете, в нем очень мало деталей. В нем намного меньше, чем почти в два раза, чем в 10.6.9.6. И у него другой перегиб. Там невероятное количество колес. Там колеса разные, тонкие, широкие, большие, маленькие, совсем маленькие, с шинами разнообразными. Колес количество огромное, и можно было бы радоваться. Но там другая беда. Там слишком мало деталей. Ну, как было можно дать деталей по одной? Ну, хотя бы парно дайте. Как можно давать фары? Три. Ну, понятно, что две спереди, две сзади. Кто же ставит третью фару? Зачем ее дали? Ушили две или четыре. Зачем две-то давали? То есть иногда Лего делает это, и мне кажется, что они делают это специально. Либо они хотят, чтобы вы докупали наборы. Потому что если объединить два набора 6.9.6.11.0.14, это будет идеальный сет. Но, вот идеальный набор. Но я не могу этого делать. Потому что один набор стоит денег. И другой набор стоит денег. И если я их объединю, то не у каждой семьи есть возможность купить две коробки для ребенка. Поэтому я делаю модели в РОССИ. Делаю для 11.0.14 и делаю для набора 10.6.9.6. Но 11.0.14 все-таки набор интересный. Стоит его взять, потому что там есть очень интересные возможности. Особенно если вы имеете в семье мальчиков, и они любят собирать автомобили. Там очень большие возможности. Мы будем продолжать работать. Я надеюсь, мы будем продолжать работать с Лего и с вашими детьми. И, конечно, мы будем строить и развивать 11.0.14 набор. 6.9.8 тоже очень неплохой набор. Лего 10.6.9.8. Я как-то для себя отметил однажды, что он может быть даже где-то ближе к девочкам. Потому что из него можно построить какие-то дома, садики. Там есть цветочки какие-то. Ну, там он довольно интересен. Но у него есть одна беда. К сожалению, у него очень маленькие колеса. Деталей много и деталей достаточно для того, чтобы собирать большие автомобили и делать их красивыми. Но при этих больших автомобилях очень маленькими смотрятся колеса. А у них всего 4 колеса. Они не положили колеса больше. Они положили большие, шикарные колеса. Но они в инструкции делали из них мотороллер. А он на двух колесах. И они сошли. Хватит. То есть вот они-то создали мотороллер. А подумать о том, что ребенок разберет этот мотороллер. И что он будет дальше делать с двумя колесами. Кроме трактора, у которого сзади большие колеса. А спереди маленькие. Вы ничего не соберете. А 4 больших колес, к сожалению, нет. Эх, если бы там были 4 больших колеса. Ну, вам их не положили. С какой целью Лего это делает? Неужели они сами не соображают, что они создают наборы, которые... Ну, такое впечатление, что они говорят, вы соберите это из инструкции. А дальше положите наборы в ящик и идите покупайте новый. Наверное, у них такая политика. Чтобы вы как можно больше денег тратили на Лего. Наверное, им действительно такие, как я и Виктор, неинтересные. Которые на двоих собрали больше 400 моделей. Понятно, что они хотят, чтобы вы 400 моделей пошли купили в магазин. Чем из одного набора, разбирая и собирая, собирали по 400. Но я считаю, что это неправильно. Есть закон больших и малых цифр в бизнесе. И он гласит, что один цент, который приносит Макдональду за каждый проданный в мире гамбургер, приносит колоссальные деньги компании. И вот так строятся большие деньги из малых чисел. Если бы Лего сделал наборы, которые были бы доступны по цене как Лего 10, 6, 9, 6, а он действительно не самый дорогой набор, то я вам гарантирую, такое Лего пользовалось бы огромной популярностью у всех детей. Если бы таких, как мы с Виктором Креаторов, а таких в мире еще человек 5-6, я их всех знаю, я их всех вижу. Я некоторыми восхищаюсь, и я могу принести им благодарность. В принципе, мы все делаем одно большое дело. Я знаю и из Украины, и из Японии таких дилеров. И я вам могу сказать, что, конечно, это здорово. И если бы мы все могли бы на интернете выставлять такие модели, и если бы Лего хоть вышла с нами на контакт и как-то попыталась с нами сотрудничать, я думаю, мы нашли бы путь, который был бы наиболее интересен для вас и для ваших детей. Я думаю, что я, в принципе, вполне конкретно рассказал о четырех, о трех, ну в данном случае о трех главных наборах, которые мы используем и которые наиболее интересны. И думаю, что на этом мы завершим сегодняшний разговор. Пожалуйста, не забудьте о первой части его, о просьбе ставить лайки, подписываться, писать комментарии. Это невероятно важно для развития канала. Если вы нам поможете, мы будем держаться, и школа будет продолжать работать. Счастья всем мира и добра. Спасибо большое за все, и я надеюсь, что мы увидимся скоро. Юрий Тагман